Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и я приветствую вас в новой рубрике с экспериментальным названием «Приема игры в Миттельшпиле». Ну и прежде чем, собственно, начну разбор тех шахматных фрагментов, которые я подобрал для первого выпуска, хотел бы отнять немного вашего времени и поговорить о том, почему вообще я решил записывать эти видео, также о некоторых проблемах, которые существуют в русскоязычной шахматной литературе. Начну издалека. Несколько недель назад я читал шикарную книгу Ивана Соколова под названием «Understanding Chess Middle Games». Всем, кто желает повысить мастерство игры, улучшить понимание Миттельшпиля, я на самом деле рекомендую эту книгу прочитать. К сожалению, одна из проблем связана с тем, что эта книга пока существует только в англоязычном варианте, и на русский ее не перевели, и, честно говоря, у меня есть сомнение, что ее когда-нибудь на этот самый русский язык переведут. И вот это одна из двух, на мой взгляд, главных проблем, которые существуют с книгами, которые выходят на русском языке. Дело в том, что так уж получилось, что сейчас основной, скажем так, шахматный язык – это английский, и просто-напросто больше хороших книг выходит на английском языке. То есть в 70-е, 60-е, 80-е годы было не так, и, пожалуй, главным языком шахматного общения был русский. Сейчас им стал английский, повторюсь, больше хороших книг выходит на английском языке, чем на русском, но, к сожалению, подавляющее большинство из этих книг, они на русский не переводятся. И поэтому многие наши российские шахматисты, шахматисты из стран постсоветского пространства, они оказываются в невыгодном положении, потому что им сложнее, скажем так, вот именно читать ту литературу, которая вышла последние 10-15 лет. А повторюсь, многие книги очень качественные, и они могли бы повысить уровень игры многих шахматистов из России, стран СНГ. Вот это первая проблема. А вторая проблема, это то, что в русском языке, на русский язык не переводятся некоторые термины, некоторые понятия, которые существуют в английском шахматном языке. Вот об этом, на этом моменте я хотел бы остановиться чуть поподробнее. Дело в том, что первая глава той самой книги, которую я упомянул, «Understanding Chess Middle Games», она посвящена такому приему игры в Миттершпиле, как «Rook lifts». И забегая вперёд, скажу, что в данном ролике я как раз-таки буду обсуждать те шахматные фрагменты, в которых эти самые «Rook lifts», они фигурировали. Ну так вот, «Rook lifts», когда я читал эту главу, я с удивлением обнаружил, что этот термин, название этого приёма на русский язык не переводится. Более того, его даже никто не пытался перевести. То есть у нас есть такие понятия, как перевод ладьи, как улучшение расположения ладьи. Всё это слишком общее. То есть вот, например, перевод ладьи, он совершенно не обязательно означает то же самое, что «Rook lifts». То есть перевод ладьи — это может быть, например, в ладьей на меншпиле какой-то завод ладьи в тыл с соперника, чтобы, например, поесть его пешки. Или это может быть в дебюте просто занятие ладьёй открытой линии. Это тоже перевод ладьи. То есть ближе всего по смыслу, изредка встречающийся термин тоже в русскоязычной литературе, перевод ладьи по третьей горизонтали. Это, на самом деле, частный случай того самого «Rook lift». Но поскольку, в общем, этот приём на русский язык не перевели, название этого приёма, я решил сделать это сам. Ну и, конечно, наиболее правильным переводом был бы «подъём ладьи». То есть этот перевод и дословный по первому значению словаря, но и, в принципе, он отражает смысл. Но мне, на самом деле, намного больше приглянулся такой перевод, как «ладейный лифт». То есть он, конечно, звучит глуповато, на слух он звучит слишком, что ли, дословно, но сейчас вот на конкретных примерах я покажу, почему мне именно этот перевод не нравится. Ну и, конечно, мы рассмотрим сам приём, потому что приём, на самом деле, для многих метельшпильных позиций очень важен. Я так полагаю, что сегодня выйдет первая часть этого ролика, в которой речь пойдёт о вот этих самых ладейных лифтах с целью прямой атаки на короля. То есть такие встречаются чаще. Возможно, для многих моих квалифицированных зрителей эта тема особо не требует каких-то пояснений, но всё равно, я думаю, что некоторые из примеров, которые я подобрал, достаточно интересные. И, в принципе, даже если вы посмотрите это видео, много вы не потеряете. Ну, а другим моим зрителям будет очень полезно. Ну и начну с достаточно примитивного примера из моей практики. Но зато он показывает, что во многих метельшпильных позициях, которые бывает часто трудно найти план развития инициатив, вот именно ладейный лифт позволяет быстро разрушить оборону соперника. Позиция, которую вы видите на диаграмме, встретилась в одной из моих недавних партий. Я играл белыми против мастера Фиде из Аталии Алика Соловитти. И мне удалось подловить его в дебюте. Получилась позиция, которая, в принципе, характерна, ну, например, для принятого ферзевого гамбита, то есть у белых изолированная пешка. Но так получилось, что белые получили одну из не более выгодных редакций этой самой позиции с изолятором. И вот уже сейчас во многих вариантах грозит Д5. То есть вот, например, если черные сыграют Б6, то после Д5, наверное, их позиция уже проиграна. В партии мой соперник избрал наиболее логичный ход конь Б4 с идеей прихватить пункт Д5, заблокировать проходную пешку, ведь именно это полагается делать по науке. Ну и в дальнейшем уже играть достаточно выгодный для черных Метельшприт. Но все оказалось не так просто. Прежде чем рассматривать ход конь Б4, я здесь покажу компьютерную рекомендацию за черных, и компьютерный же ответ на эту рекомендацию. Дело в том, что такой прием, в отличие вот как раз от ладейного лифта, мне попадался крайне редко. А прием, видимо, эффективный. То есть конь А5, слон Д3, Б6. Это компьютерная рекомендация, и движок поначалу здесь пишет оценку 0. Потом он неожиданно находит все-таки возможность забелых развить инициативу. И возможность крайне... Такой вот перевод ферзя, ферзя 5, слон Б7, ферзя 3. Крайне редко, конечно, мне лично встречался в позициях с изолятором. Ну и вот такой минимальный анализ этой позиции показывает, что у черных действительно здесь есть проблемы с защитой королевского фланга. То есть намного чаще, похоже, в позициях играет конь Е5, потом, если белые успевают сыграть ферзь Ф3, ферзь Аш3, действительно, их ферзь на Аш3 расположен неплохо и позволяет давить на королевский фланг. Вот перевод через центр, через Е5 мне лично не встречался. То есть более мои квалифицированные зрители могут этот прием запомнить. Он может пригодиться. Ну, конь Д5 вместо конь Б4 ход возможен, но он приводит к некоторому нарушению координации в рядах черных. То есть здесь можно просто сделать такой полупожидательный ход А3, сохраняя перерез. Ну, логичнее сыграть ферзь Е4. Белые надавливают на Д5. Конь С3, БЦ, размен в большинстве случаев к выгоде белых. То есть логично конь Ф6. И здесь, конечно, белые не повторяют ходы, и потом ферзь Е2 играет, ферзь Х4. Опять-таки белый ферзь переводится на королевский фланг. И совсем скоро начнется прямая угроза черному королю. То есть здесь тоже черные не уравнивают. Тем не менее, все это, скорее всего, было сильнее, чем то, что мой соперник избрал. Конь Б4 ход очень логичный, очень естественный. Но у белых есть сильный ответ, конь Е5. То есть вроде бы ничего необычного. Белый конь занимает сильную стоянку в центре. Видите, черные сняли бой как с пешки Д4, так и с пункта Е5. И белые этим пользуются. На самом деле, основная идея здесь, конечно, другая. Вы сейчас ее увидите. Последовал конь Д5. Скорее всего, это неточность. То есть чуть сильнее было слон Д7. После слона Д7, скорее всего, мой соперник опасался Д5. То есть черные могут уравнять. Сейчас не буду останавливаться на том, как именно это происходит. Но если у вас есть желание, можете попытаться найти здесь черный путь к уравнению. Поэтому я бы, скорее всего, сыграл А3. После конь Д5 ладья Д3, как в партии. Но получилось бы более выгодная для черных версия. Ну а после конь Д5, вот, как раз-таки, один из наиболее удачных моментов для осуществления вот этого ладейного лифта. Ладья идет на Д3. И вот хотел бы здесь вкратце остановиться на этой позиции. Не потому, что она имеет какое-то большое шахматное значение. А потому, что она иллюстрирует, почему мне так нравится вот этот самый перевод ладейный лифт. Представьте себе, что ладья это человек, который возвращается с работы и живет, например, в многоквартирном доме. И вот он заходит в подъезд. То есть белая делает трекировку, ладья зашла в подъезд на поле F1. После этого человек пешком идет до лифта, заходит в лифт на поле D1, нажимает кнопку третьего этажа, поднимается на третий этаж, дальше человек выходит из лифта, как вы видите, в противоположном направлении от того, как он зашел, как и в принципе и положено. Ну и идет к себе к квартиру на поле G3. То есть видите, перевод даже, даже, скажем так, графический, имеет некоторый смысл. Ну вот, и такой вот ладейный лифт здесь серьезно усиливает атаку белых. На самом деле эта позиция уже, видимо, видимо просто проекрана для черных. И я еще поговорю об этом чуть позже, но на самом деле ладейный лифт это один из самых простых для оценки приемов, в том плане, что чаще всего в метельшпильных позициях ладейный лифт либо приводит к очень мощной атаке, и действительно. Либо вообще не имеет никакого смысла. То есть часто на эту ладью сразу начинают нападать, ее вынуждают уйти, снова уйти в центр, таким образом сторона, которая проводит ладейный лифт, теряет темп. Либо каким-то образом сторона, которая защищается, может поставить там железобетонный блок на королевском фланге, и тоже в этом случае ладья на королевском фланге впереди всех своих пешек и большей части фигуры будет выглядеть глуповато. Но иногда, иногда, все-таки ладейный лифт проходит, и когда он проходит, бороться с ним крайне трудно. То есть во многих примерах, которые я сегодня покажу, вы увидите, что он, когда кажется, что никакой серьезной атаки развить не получается, вот буквально одна тяжелая фигура, одна ладья добавляется в атаку, оценка резко меняется. То есть эта позиция для черных, видимо, проиграна. А следовало слону Д7, ладья Ж3, вот уже создается руководство слона Х6, здесь чуть упорнее было слон С6, большой выбор продолжений, сильнее всего, видимо, слон Д5, ну и простое слон Х6, конь Е8, конечно, приводит к позиции, в которой черным дороги хороший совет. К примеру, опять-таки, после слона Д5, слона Д5, ферзь Ф5. В партии последовало ладья Е8, ферзь Ф3, вот ход ферзь Ф3 на самом деле создал двойную угрозу. У меня были, конечно, надежды, что мой соперник здесь защитится от более явной угрозы и пропустит скрытую, но, к сожалению, он не позволил мне здесь красиво завершить партию. Конечно, белая напали на Д5, наиболее логично смотрится ход слон С6, но здесь вы можете поставить видео на паузу на 5-10 секунд и найти решающее продолжение атаки. В ответ на слон С6 проходит удар ладья БГ7, после король Г7, ферзь Ф3, черный получает мат либо на поле Ф7, либо на поле Х6. Мой соперник заметил эту угрозу, поэтому просто отдал пешку на Д5. Но помимо того, что у белых теперь лишняя пешка, атака не останавливается, то есть на конь Д5, ферзь Ф7. Рэд Х8, здесь белые выигрывают как угодно, но мне нравится вот такой вариант ладья Ж6, ладья Ж8, ферзь Ф6. И теперь белые довольно изящно матуют. В общем, мой соперник не захотел допускать такие ужасы, сыграл слон Е6. После размена здесь опять-таки любой ход выигрывает слон Ж5, к примеру, неплохо. Но также проходит и прямой удар, он Ж6, а же Ферзь Д3. Важно не взять на Ж6 ладью, а вот именно подготовить взятие Ферзь Ферзь Ф7. И тут черные просто получают мат. Нет ни единой возможности продолжить сопротивление, поэтому мой соперник сдался. Ну то есть, понятное дело, что партия для черных сложилась далеко не лучшим образом. И далеко не всегда, когда вы будете проводить ладейный лифт, в своей партии вы будете так легко побеждать. Но все-таки мой соперник был не совсем начинающий, мастер Феде. И видите, что против, казалось бы, простого и безыскусного ладейного лифта он оказался бессилен. То есть, показывает, что во многих позициях этот прием может кардинально влиять на силу атаки, скажем так. Ну, давайте перейдем к следующему фрагменту. В нем встречались более, заметно более сильные шахматисты. А именно А именно Магнус Карлсон и Виша Анант. Эта партия была сыграна в матче на первенство мира в 2014 году. Карлсон играл белыми. И в дебюте у нас был берлинский вариант испанской партии. Достаточно казалось бы, достаточно спокойный дебют. Но Магнус здесь нашел крайне неожиданную, на мой взгляд, возможность развить атаку на королевском фланге. Посмотрите, как это произошло. А4, А5. То есть, черным крайне невыгодно допускать ход А5, который зажал бы их ферзевый фланг и создал бы проблемы для чернопольного слона. Конь Б6. Белые добровольно выправляют черным структуру. Черные этим пользуются. И после этого белые захватывают пространство в центре. То есть, Ферк Ц7. Я думаю, что в этот момент Анант, скорее всего, полагал, что да, у белых есть абсолютно минимальный перевес. Но, скорее всего, ничего серьезного в этой партии не произойдет. Он сыграет слон Б7, Ц5. Ну и постепенно уравняет. И партия закончится в ничью. Коррес, набыли свои планы. И Магнус сыграл ладья А3. То есть, видите, вот этот ладейный лифт немного отличается в том плане, что ладья не должна была никуда двигаться. То есть, она сразу же с начальной позиции переводится по третьей горизонтали. То есть, считайте, что человек вошел в подъезд и сразу оказался в лифте. Конечно, немного, скажем так, этот пример разрушает всю вот эту графическую аналогию из реальной жизни. Но, тем не менее, охот ладья А3 очень сильный. Последовала конь Ф8, ДЕ, ДЕ, конь Ф4. Вот, видите, ладья идет на Ж3. ДЕ8, ферзах 5, Ф6, конь Ф5. Вот, в отличие от предыдущего примера, в данной партии ладейный лифт не приводит к решающей атаке при правильной сильной обороне со стороны черных. здесь вот была первая возможность получить позицию динамического равновесия для индийского шахматиста. То есть, он сильнее всего был с рябком Е6, ладья А3, и просто король А8. И, скорее всего, здесь нет серьезных проблем у черных. То есть, видите, поланы я обозначил стрелочками, черная сыграет С5, сломба 7, в какой-то момент, защитив пешку на Ж7, возможно, сыграет конь Д4. Компьютер эту позицию оценивает как 0-0-0. Но по-человечески, по-человечески, всегда неприятно играть, когда ты видишь, что против тебя, особенно в матче на первенство мира, соперник собирается проводить настолько брутальную и, в принципе, достаточно очевидную атаку на короля. То есть, вот и здесь Виши решил, как ему казалось, защищаться по-надежнее. Сыграл слон Е6, это ошибка, которая приводит к затруднению. Ладья Ж3, и конь Е6. Ну, то есть, слон Ф5 было возможно, как сейчас, так и на предыдущем ходу, но после слона Ф5 Е8, видите, что черный конь на Е8 оказывается расположен не лучшим образом. Поэтому Виши за галкун Ж6, вроде бы довольно надежно механически перекрывая вертикаль Ж, но здесь Магнус подчеркивает недостатки получения коня на Ж6, играет А4. При случае готов этого коня согнать. Кстати, помимо хода Х4, здесь был довольно красивый форсированный вариант, слона Ш6. Ну, теперь слон Ф5 Е8 приводит к поражению, то есть, надо, видимо, играть Ж, аж, после чего белая жертва целую ладью, ну, и получается длинный форсированный вариант, я здесь не буду показывать, почему те или иные ходы отклонения за черных или за белых слабее, но вот, пожалуй, за исключением этого момента, после КРЛ Ж8 белые могли осуществить еще один ладейный лифт, то есть, уже второй за партию и немедленно вынудить сдачу. Поэтому надо играть КРЛЕ8, после чего белые гонят короля черных на Б7, отыгрывают качество, то есть, остаются всего лишь без фигуры, но за 4 пешки. Топлиция достаточно неясная, но все-таки, я так полагаю, что объективно должна быть в пользу белых. Магнус сыграл Аж4, этот ход, скажем так, при игре против компьютера был бы чуть слабее, но он требовал от Виши крайне неочевидного решения, чтобы продолжить оборону. Нужно было срать КРЛЕ8, но такой ход сделать, мне кажется, практически невозможно. То есть, черные просто отдают коня, казалось бы, когда их к этому ничего не вынуждает, здесь ход Ферзи в 7, отыгрывает материал, и у белых есть много способов получить позицию с компенсацией за качество, но не более, то есть, один из вариантов продолжается, КРЛЕ7, взяли, взяли, КРЛЕ6, ЛДД6, ну и после КРЛЕ5 получается равенство, после КРЛЕ7, белые сохраняют коня, но не могут спасти его от вечного преследования, получается ничья. То есть, после КРЛЕ8, найти решающего продолжения атаки за белых, мне, ну и большинству других экспертов, которые эту партию анализировали, не удалось. ну, конечно, ход КРЛЕ8, крайне трудно находим, Виши избрал партию СЛОН Ф5, ну и после Еф его позиция уже стала очень тяжелой, если теперь конь уходит назад, следует СЛОН Ф6, анантова пробовал КРЛЕ4, ну и получилась позиция, в которой у черных три слабости, пешка С, пешка Ф, и КРЛЕ8, то есть, хотя бы черная пешка стояла бы на Ф7, то по лицу было бы легче защищать, но с пешкой на Ф6 она получается, что просто разрывается по всем фронтам, то есть, белые активизируют все фигуры, вот еще КРЛЕ2, важный профилактический ход, который мы сегодня еще увидим, немного другой позиции, ну и, вообще, белые подготовили вторжение по седьмой горизонтали, пешку Ж7, защищать нечем, и, ну, H5 еще зевок, но позиция в любом случае проиграна, после H5 Ф, Ф, Б7 оказалось, что пешка Ж7 теряется, и Вишанант признал свое поражение, то есть, вы видите, ладейный лифт оказался одной из причин, по которой, скажем так, Магнус Карлсон сохранил свое звание чемпиона мира. Как вы видите, прием встречается на совершенно разных уровнях. В следующих двух фрагментах, которые я покажу, также осуществляется ладейный лифт, но он осуществляется не по третьей, а по четвертой горизонтали. Не то, чтобы это как-то сильно влияло на, скажем так, на силу, на силу этого приема, но вот я уже в начале видео говорил, что в русскоязычной литературе иногда встречается выражение перевод ладей по третьей горизонтали, и оно вот как раз предполагается, что оно синонимично ладейному лифту, но не совсем, то есть, ладья не обязательно переводится, то есть, чаще всего ладья переводится по третьей горизонтали, но не всегда, иногда и по четвертой, и по пятой, иногда и по второй. Эта позиция также встретилась в моей практике против еще одного мастера Фиде, уже теперь из Германии, я играл черными, и мой соперник здесь избрал не самое амбициозное продолжение в дебюте, но тем не менее, позиция белая достаточно надежна, а мне, учитывая разницу в рейтинге, нужно было выигрывать. Я здесь попробовал проявить активность, сыгрался на Е4, и неожиданно это привело к успеху. То есть, конечно, белым надо было сыграть слон Д1, и теперь, пожалуй, сильнее всего ладья А на Д8, после чего позиция либо равна, либо, ну, совершенно минимальный перевес есть у черных. Если же попробовать проводить ладейный лифт по аналогии с партией, то у белых есть сильный ход конь С5, после чего уже черным нужно соблюдать аккуратность. Неожиданно мой соперник срезеровал ход СД, и, видимо, просто-напросто зевнул идею ладейного лифта. То есть, слон Ф3, ЖФ. Конечно, это, в принципе, выглядит довольно уродливо, но, скорее всего, мой оппонент здесь прикидывал только варианты конь Д5 ладья А на Е1, ну, и СД ладья А на Е1. В любом случае, у черных есть некоторые инициативы, но белые, скорее всего, должны удержаться. То есть, конечно, у белых есть слабости на королевском фланге, у черных есть слабости на перзерном фланге, и, несмотря на не очень удачное расположение белого короля, добраться до него будет тяжело. Но оказалось, что после ЖФ очень сильный ладейный лифт, я сыграл ладей А5, и позиция оказалась совершенно проигранной. Здесь белым совершенно ничего не помогает. Например, на Ф4 сойдут ладей А4 с победой, потому что теряется пешкаев, ну, либо конь на А4. Ну, А4, после ладей А5 тоже позиция белая потихоньку разваливается. Последовала ладья Ф на Е1, ладья Ж5. Ну, и теперь на король Х1 следует ладья А5, Ф4, конь Ж4. Белые не могут защитить собственного короля. Ну, а после короля Ф1, как было сыплено в партии, здесь черные выигрывают по-всякому, но проще всего ладья бьет Д5. Теперь, если ферзь отходит куда-либо в центр, то черные могут просто взять на А2, если же ферзь отходит на А4, то после ладья А4 теряется конь. Собственно, это и произошло в партии, после хода ладья А4 мой соперник сдался. То есть, опять-таки, очень простой пример, когда ладейный лифт завершает борьбу буквально в три хода, в позиции, которая окажется вполне защитимой. Я понимаю, что, опять-таки, далеко не сильнейшая игра со стороны моего соперника, ну и опять это не самый слабый шахматист с рейтингом примерно 2-300. То есть, просто, зачастую, даже шахматисты со званиями ФД, вот этот самый прием недооценивают. Ну и еще одна партия, в которой был осуществлен ладейный лифт не по третье, а по четвертой горизонтали. Здесь белыми играл достаточно малоизвестный, но, видимо, сильный шахматист из Монголии Гамбо Сурен, Монгол Гамбо Сурен, ну а черными играл космейстер Мохаммед Аль-Мадьяхи, значительно более известный. Идибун для черных сложился не лучшим образом, это был вариант фианкета в стороннике, где белые избрали восьмой ход с ЛНФ4, черные это эгировали не лучшим образом. Здесь белые подметили тот факт, что ладья черных не успела выйти с поля А8, и, как мы видим, она в этой партии это сделать так и не сможет. То есть последовала Конь Д5, теперь белые готовы зайти на поле Б6 с серьезными угрозами, ну и к тому же грозит Конь Ф6, после чего придется брать, даже не знаю, кем придется брать, потому что любое взятие, как слон Ф6, так и ЕФ приведет к потере пешки. Поэтому черные по большому счету в партии двух людей обязаны брать на Д5. После ЦД оказывается, что вот Конь Е5 крайне невыгоден стратегически, потому что после Конь Б3 Е5 придется брать пешкой. Ну, Конь Б4, Конь Е5 вообще не рассматриваются, поэтому пришлось играть Конь Б8, и мы видим, что черная ладья на А8 оказалась не удел. Херз2, Король Х7, ну и здесь по большому счету наиболее логично, конечно, развитие инициативы на ферзе о фланге, но монгольский шахматист подметил тот факт, что и Конь на Б8, и ладья на А8, ну и в принципе и слоны на Д7 тоже довольно далеки от черного короля, поэтому можно неожиданно начать атаку на королевском фланге, и это было сделано путем ладья Ц4. То есть очередной пример ладейного лифта, но вот этот ладейный лифт уже не в многоквартирном доме, а в торговом центре, потому что, во-первых, видите, что ладья поднялась не на третий, а на четвертый этаж, но это как раз-таки слабая аргументация. А более явная причина, почему ладейный лифт осуществован в торговом центре, то, что вы видите, что ладья зашла слева с верзего фланга, а переходит на королевский. В предыдущих примерах у нас ладья заходила с королевского фланга и переходила потом на королевский. То есть, такой лифт, он чаще всего встречается, ну, опять-таки, например, в торговом центре, где двери есть и с правой, и с левой стороны. В большинстве многоквартирных домов, в которых мне приходилось бывать, такого не случается. Ну вот, перевод ладья на h4 очень силен, черным трудно защищать собственного короля, последовало h5, и здесь вот белые не стали спешить с ходом ладья h4, я так думаю, что по той причине, что иногда и ход ладья f на c1 очень силен, все-таки можно именно заряжать на 1 на c7 и развивать инициативу на ферзерном фланге тоже. На самом деле, если верить в движку, то здесь именно ладья f на c1 была сильнейшим ходом, ну, и h3 мне тоже очень нравится. Теперь белые готовые сначала скрывать ладья h4, а потом g4, вскрывая королевский фланг, ну, черт не скали, а5, пытаясь хоть как-то решить проблему собственного коня на b8, ну, и белые перешли в решающую атаку, здесь, конечно, намного проще было сыграть ферзь d4 или даже конь e6, после чего черный не держится. Ну, жажь, ход даже объективно посильнее, но он требовал очень точного расчета. Следовало fg, ферзь g5, и здесь, конечно, упорнее было ферзь e8, после чего, ну, логично смотрится в основном e4, но там не до конца очевидно, что белые выигрывают, а вот ход, после которого победа совершенно неизбежна, это f4. Такой ход сделать не так просто, то есть, одна из ключевых, конечно, идея белых, потому что они хотят сыграть f5 и добраться до черного короля, но есть и более тонкий момент, что после логиа f5 терзь g3, видите, что эта пешка f, она препятствует ходу g5, то есть, после g5 теперь можно и fg сыграть с победой, ну, и слон e4 тоже достаточно сильно. То есть, после f4 у черных нет доли творительной защиты, ну, на слон e5 просто следует e4. Я не уверен, что монгольский шокматист видел эту идею, все-таки она довольно, довольно странно выглядит, на мой взгляд. То есть, Мохаммед Альмадьяхи стоило попробовать ход ферзи 8. Он сыграл e5, тоже в чем-то логично, черные хотят поменять ферзи. Здесь оказалось, что у белых есть форсированный выигрыш. Слон e4, ладья f7. Вы можете потратить 5-10 секунд и найти здесь продолжение атаки за белых. Конечно, белые сыграли король h2. Теперь они готовы включить вторую ладью в атаку. Ну, к тому же, вы видите, что ладья на h4 как раз в данную секунду не очень активно. Ладья g7 единственная защита. И, как ни странно, у белых здесь всего один способ достичь выигрыша, но он достаточно прост. То есть, было сыграно ладья g1, слон h7. Ну, отход на h8 приводит к мату в трех хода. Поэтому, король f7, слон g6. Ну, и вот здесь в партии было сыграно король f6. Ладья g6 тоже проигрывает. Тоже, как ни странно, всего лишь единственным способом. То есть, g7, король f7. И вот здесь важно видеть ход ферзи h5. Но ход ферзи h5 не оставляет сомнений в исходе партии. То есть, приходится брать пешку. И здесь белые шахами добиваются победы. Ну, после короля f7 можно просто есть ферзя. Ну, есть еще и прямой матовый вариант, который заканчивается, ну, к примеру, таким образом. И на король g4 ф3 матовый. В партии было король f6. Белые просто съели ладью. Тоже, кстати, в полуборьбе можно забыть, что черная все фигуры до сих пор на развитые. У белых есть время на тихие ходы. После ферзи h8 тоже, мне кажется, что далеко не единственный ход здесь побеждает. К примеру, f4 смотрится очень сильно. Но и ладья g4 выигрывает. Причем выигрывает достаточно симпатично. То есть, таким образом, белые завлекают черного слона g4. Этот слон перекрывает вертикаль g, и белые получают возможность съесть ферзя. То есть, сразу слона h7 не взяли из-за связки. После ладья g4 создана угроза ферзи g5. То есть, приходится брать. И после слона h7 Мохаммед Альмадиахи сдался. Ну, по той причине, что он теряет огромное количество материалом. Ну, здесь, к примеру, ажи. И черный не мог продолжать сопротивление. Предыдущие два примера показали, что ладейные лифты, они эффективны не только в самой стандартной обстановке, когда третья горизонталь освобождена от фигур, но иногда они проходят и по четвертой горизонтали. Хотя, это, конечно, бывает реже. По той причине, что четвертая горизонталь, она чаще простреливается фигурами соперника. Все не менее, даже такой прием нужно учитывать. Ну, и пятая партия, которую мы посмотрим, она, конечно, значительно более, скажем так, напряженная, и слабейшая сторона сопротивляла значительно лучше, и даже в этой партии в какой-то момент возникали некоторые сомнения в целесообразности ладейных лифтов. Но все же я ее покажу, потому что это одна из первых партий, в которых встретилась эта идея. К тому же, здесь был осуществлен не один, а целых два ладейных лифта. Такое бывает не часто. Веломи играл четвертый чемпион мира Александр Алёхин. Он играл против Ганса Хмоха. Ганс Хмох был одним из сильнейших шахматистов начала 20-го века. Ну, конечно, все равно по уровню игры и по классу он Алёхину серьезно уступал. Белые в этой партии разыграли не самый амбициозный варант защиты Немцовича. Ну и получилась позиция, опять-таки, позиция с изолятором. Но в отличие от моей партии здесь разменено больше фигур, и по большому счету у белых нет серьезных оснований рассчитывать на перерез. Видите, ладейный д3 пришлось сделать не очень красивый ход. Слон д7, и здесь Алёхин предпринял достаточно рискованную стратегию, то есть, видимо, ему нужна была победа против уступающего в классе соперника к тому же белыми. И поэтому он начал осуществлять довольно неожиданные ладейные лифты, которые, конечно, привели к тому, что на какой-то момент координация белых фигур оказалась нарушена. То есть, компьютер очень долгое время оценивает эту позицию как равенство или даже как минимальный перевес у черных. Но, если бы партия протекала стандартным для подобных позиций образом, то, скорее всего, в какой-то момент Алехину удалось бы разменяться на д5, получилась бы симметричная структура, и партия закончилась бы в ничью. Ну, такими вот интересными маневрами ладий четвертый чемпион мира смог добиться того, что позиция стала достаточно разбалансированной, достаточно необычной, и в полной мере проявился талант великого русского шахматиста. Ну, собственно, вы увидите, как это произошло. То есть, ферзер в 6, ну, и белые осуществляют второй лифт, ладья идет на h4, готовы атаковать пункт h6. Ну, к мох этому препятствует, играет конь e7, теперь на ладья h4, и последует конь f5. Видите, ладья на g3 все-таки расположена не лучшим образом, то есть, она ограничена собственными фигурами, и прямой атаки у белых нет. Очень часто вот такая ситуация, она как бы знаменует собой крах ладейного лифта в отдельно взятой партии, что как бы атака не прошла, ладья на g3, ну, или на h3, или где бы, куда ее не переводили, быстро стоит плохо, и черные могут, слабейшая, страна, которая противостоит ладейного лифта, может беспрепятственно организовывать активность на противоположном фланге, потому что ладья оттуда ушла, ей очень трудно вернуться. Но здесь Алекин все держал под контролем, то есть, наверное, вместо ладья на c8 чуть сильнее было к он d6, ладья f4, ферзи 7, ну, там b3, f6, но и здесь у белых, в принципе, порядок, правда, то же самое можно сказать и про черных. Ладья на c8 тоже ход неплохой, белые сделали форточку, явно полезное действие, видите, что линия c белыми не оспаривается, то есть, при случае нужно следить за тем, чтобы не получить мат на c1. Конь d6, ладья f4, конь c4. И видите, черным даже удалось разменять одного из главных атакеров позиций с изолятором. И все равно у белых остается активность ввиду вот такого нестандартного расположения ладий. то есть, то есть, конечно, зачастую плохо защищены, они могут попасть, они могут попасть под темпы, но в то же время они практически во всех позициях оставляют белым надежду поатаковать короля. Ну, вот это, наверное, критический момент в партии, здесь значительно сильнее было сыграть ферзь e7, после чего белым тоже нужно соблюдать изрядную аккуратность. В данную секунду висит конь на c4, у него не так много полей. b3 черт и всегда могут встретить путем слона b5, то есть, коня нужно либо куда-либо убирать, либо играть d5. Ну, то есть, конь e3 в принципе не очень логично, белая ладья теперь запрещен доступ к полю g3, к тому же нужно иметь в виду ход слона b5. В общем, здесь у белых явно не лучше, а скорее всего просто-напросто хуже. Поэтому чуть логичнее конь e5. Но конь e5 может привести к серьезным проблемам для белых после f6. Теперь конь g4 h5 не приводит ни к чему хорошему, то есть, конь h2 очень грустно, а если сыграть конь f6, то белых не проходит прямая атака, и черные побеждают. Видите, слон на e8 неожиданно очень сильная фигура при защите собственного короля. Поэтому после f6 сильнее конь f3, но здесь тоже ладья на f4 оказывается не в лучшем положении. Данная партия, по крайней мере, некоторые варианты из данной партии подчеркивают часто встречающиеся недостатки ладейного лифта. После g5 ладья оказывается в беде. Ладья e4, слон g6. Ладья g4, ну, тоже, на самом деле, проще всего слон g6. У белых нет никакой атаки, ладья запуталась на g4, ладья на d3 тоже не внушает доверия у черных перерез. Поэтому после f7 скорее всего Алёхину пришлось бы признать не то, что крах собственной стратегии, сколько скорее признать тот факт, что черные хорошо защищались. И после d5 позиция достаточно быстро высыхает, то есть черные могут просто взять. Могут, кстати, e5 сыграть, сохраняя некоторую интригу. Ну, простого взятия достаточно. Здесь как fd5, так и кунь e3 приводит к равной, ну, по большому счёту, ничейной позиции. Ну, в партии Ганс кмок сыграл не лучшим образом. Поставила fg5. Видимо, он решил спровоцировать перевод ладьи на g3. Ну, здесь я решил нарисовать все манёвры белых ладьей, в том числе два лифта, то есть один лифт с 1 на c3, и второй лифт с e1 на e4. Как мы видим, здесь у нас встретился и лифт в торговом центре, и лифт в многоквартирном доме. Это оказалось очень эффективно. fd5, кунь e3. Компьютер всё ещё считает, что чёрные эту позицию могут оборонять, но по-человечески уже очень непросто. То есть, наверное, чуть сильнее было fd6, всё равно после ладьяев на g4 пришлось бы делать некрасивый ход от g6 или g5, и белые владеют инициативой. После fc6 последовал сильный профилактический ход h2, то есть прежде чем приступать к активным действиям. Белые таким образом хотят обезопасить собственного короля от шахов, то есть также не допускают размин ферзей на поле c1. Здесь был последний шанс сыграть fd6, после ладьяев на g4 позиция в пользу белых, но можно продолжать сопротивление. Последовала fc1, это решающая ошибка, после fb4 оказалось, что у белых очень много игроз, главный из которых fc7, черные вынуждены были прикрыть это поле, заодно нападая на ладью. Здесь белые нанесли грозящий удар d5, и оказалось, что после еd konf5 с черным королем здесь расправляются, пришлось сыграть a5, белый ферз только приблизился к черному королю, стало еще тяжелее, здесь после еd побеждает fd4, и черным нет возможности защититься, то есть после g6, к примеру, konf5 заканчивает борьбу. Квох попытался сыграть 1 d6, fd5, g6, и здесь у белых много путей к победе, честно говоря, наиболее логично смотрится ход konf4, ну, а Лехин избрал наиболее эстетичное, что ли, fh5, ну, конечно, здесь вся эстетика проявляется в варенде король h7, после короля h7 у белых всего лишь один способ добиться победы, и можете остановить видео на 5 секунд, и найти здесь решающее продолжение, белые могли сыграть konf4, после чего висит на h6, приходится брать ферзя, и получается вот такой вот задачный мат. К сожалению, гамскморх не стал допускать такой финал партии, вместо этого избрал скучный ладебет d5, остался без качества, без малейшей контр-игры, ну, и здесь Алехин почел просто разменять ферзи, и вынудил немедленную задачу. Конечно, никаких шансов на спасение у черных нет после короля g7, любой разумный ход выигрывает, на мой взгляд, проще всего ладебет c3. В рейншпиле, в котором белок чисто лишнее качество и размененная последняя пара ладей, никаких шансов на спасение нет. То есть, эта партия, на мой взгляд, представляет наиболее, скажем так, стратегически сложный пример ладейного лифта. тот случай, когда ладейный лифт объективно не приносил никакого преимущества, может быть, даже объективно он был слегка сомнительным, но зато он позволил более сильному шахматисту поддержать жизнь в позиции, ну и в дальнейшем класс сказался. Вот сыграли очень какой-нибудь примитивный, примитивную, исполнил какую-то примитивную централизацию ладей по вертикали там dc или d e, скорее всего произошла бы массовая разгрузка в центре и партия закончилась бы в ничью. Ну и чтобы подвести итог сегодняшнего видео, я покажу пожалуй объективно наиболее слабую из всех представленных партий, но зато в ней черными также играл чемпион мира, по крайней мере в будущем чемпион мира Владимир Крамник. Партия была сыграна в чемпионате Советского Союза 1987 года и против Владимира Крамника белыми фигурами играл международный мастер, также известный автор шахматных книг, кстати, очень неплохих книг, Илья Лодески. Почему я выбрал эту партию? Конечно, не по той причине, что я играл Крамник, и как мы увидим сама партия не самого высокого качества, но зато она показывает, что ладейный лифт встречается не только в метельшпиле, но иногда он даже является частью дебютной стратегии. Конечно, таких дебютов не так много, но вот наиболее ярким примером является Будапештский гамбит, который Крамник как раз и избрал в этой партии. Когда Крамник стал мудрее и сильнее играть в шахматы, конечно, от Будапештского гамбита он отказался, но в 12 лет, я думаю, можно играть даже более сомнительные дебюты. Белые избрали главное возражение на Будапештский гамбит, на мой взгляд, одно из самых сильных. Конь Е5, слон Е2, ладей 8, Б3. Ну и получилась структура, которая из общих соображений является крайне невыгодной для черных, потому что белые оказывают серьезное давление по центральным вертикалям, у них более гармоничное развитие, при случае они будут накатывать центральные пешки Ф и Е. Поэтому черным нужна контр-игра и чаще всего эта контр-игра организуется путем А5, с идеей перевести ладью на королевский фланг. Ну и по состоянию на 2018 год, конечно, тот ход, который избрал Илья Одесский, отошел на второй план. Мне кажется, что сильнее всего здесь Конь А4, и мы увидим, что если черные по аналогии с партией играют слон А7, то они лишаются владельного лифта. Если же они играют слон Ф8, то слон Б2 достаточно неплохо, но сильнее всего Ф4. Видите, слон ушел с диагонали А7-Ж1, теперь пешка Е3 не под боем, и у черных серьезные проблемы на самом деле. То есть по большому счету вариант Конь А4 это одна из причин, по которым Будапештский комбит не встречается в современной практике на высочайшем уровне. В партии была сыграна более логичная слон Б2, Крамник успел начать владельный лифт, Ф5, слон А7, ну здесь у белых практически на каждом ходу были альтернативы, но в принципе до поры до времени. Илья Дески играл неплохо, Конь Е4, здесь возможно объективно чуть сильнее ладья А6, такая вот временная жертва фигуры, белые могут продать этого своего личного слова подороже, и получается позиция, в которой у белых есть, видимо, минимальный перевес, может быть из этих соображений ладья Е6 ход и посильнее, крайне мере поамбициозней, но все равно белые здесь должны сохранять инициативу. Можно было сразу взять на А5, Конь Ж3 тоже неплохо, Д6, Креза5, слон Б6, фиг Ц3. Ну и вот здесь после ладья А6 была последняя возможность для белых, скажем так, не допустить серьезную атаку на собственного короля. Ну и, кстати, эта возможность также позволяла им бороться за перевес, нужно было сыграть Ф4. Конечно, Крамник в ответ на ход Ф4 наметил продолжение Ф4. Ну и кажется, что белых все совсем плохо, но вот есть очень сильный ход на А5. Белые механически перекрывают вертикаль А, препятствуют мату собственному королю, ну и оказывается, что здесь во всех вариантах черных подводит слабость пункта Ж7, и у черных есть какая-то минимальная компенсация за пожертвованный материал, но у белых При этом явный перевес Ну, не забывайте, что все-таки Играли два юниора Пусть и достаточно талантливых Тем не менее, все тактические возможности В позиции находить было довольно сложно Ну, к тому же Не забывайте про психологический эффект Ладейного лифта В этот момент явно Илья Дескому было очень некомфортно Смотреть на эту позицию И видеть, что вот сейчас феркс придет на А4 Белый будет получать мат Поэтому последовал ладеев на Д1 Это, конечно, ошибка После феркс-4 белые стали защищаться пассивно Ладья же 6 Здесь был последний шанс Не проиграть Нужно было сделать вкратчивый ход феркс-2 Как ни странно, видимо, даже здесь белые Сохраняют объективно Некоторые перерез То есть на слонах-3 Но идея хода феркс-2 в том, что белые При случае готовы вырубить коня на Е5 И уменьшить Атакующий потенциал черных Ну, а Деск я этот ход не нашел Сыграл Б4 Но Б4, конечно, ход очень слабый Белые пытаются создать какую-то контр-игру Но они никак не решают проблему с собственным королем И еще создают дополнительную слабость на ферзя фланге Кромник подметил этот момент Сыграл слон g4 И после размена на g4 Оказалось, что Висит пешка на c4 А также Черные создали некоторые тактические возможности Объективно здесь белые должны были ответить король h1 Ну и просто играть эту ужасную позицию После ладья c4 У черных и громадный перерез Ну а c5 Привело к форсированному проигрышу Последовало конь f3 Король h1, ферзи f2 Конь g3 Защищаясь из последних сил Ну и опять-таки Можете остановить видео на 5-10 секунд И найти здесь Решающее продолжение атаки за черных Владимир крамник Который уже тогда был Песьма одаренным тактиком Сыграл конь h2 Ну, взятие на h2 Не рассматривается по причине матов два хода То есть ферзи 1 Единственная защита Ну и здесь в черных нашелся Изящный ход конь f3 Теперь грозит мат на h4 Он последует как в случае взятия коня Так и в случае взятия ферзя Поэтому Илья Дески сдался Ну и черные одержали достаточно красивую победу Пусть и в слегка парковом стиле Ну и подводя итоги Можно сказать, что Ладейный лифт в атаке на короля Это очень эффективный прием Его нужно всегда иметь в виду То есть да, зачастую он Оказывается Недостаточным для решающего усиления атаки И в этом случае Ладья впереди Собственных пешек Оказывается не у дел Но очень часто Очень часто именно тяжелая фигура Именно ладья Это то, чего не хватает Многим атакам на короля Для того, чтобы Увенчаться успехом Поэтому Всегда имейте в виду Вот этот вот стратегический прием Надеюсь было интересно Для вас Скажем так Эти фрагменты подбирал И комментировал Никита Петров Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр!